Острый вопрос. Износ корпуса инфекционного отделения Нениско-окружной больницы оценили депутаты регионального парламента. Встреча представителей власти и медиков стоялась накануне. Все подробности в следующем материале. В стене в одной из палат выросли в виду, что вообще не должно быть в медицинском учреждении. О наболевшем сотруднике инфекционного отделения говорят сегодня не скрывая эмоций. Лечебное помещение Нениско-окружной больницы не выдерживает никакой критики. Окна, закрытые полиэтиленом, так теплее. Трещины на стенах и разводы на потолках от протекающей кровли. Вот неполный список тех красот, которые ежедневно наблюдают пациенты и врачи. Косметический ремонт не спасает. Первое, о чем говорят участники встречи, это необходимость проведения капитальных работ по восстановлению здания. Нам же надо будет закладывать деньги, а время у нас ограничено, что здание, видите, в каком состоянии. Хотя бы его поддержать, нам надо, прежде всего, чтобы выделить деньги, нам надо смету сделать. Откладывать вопрос с основательным ремонтом инфекционки нельзя. В этом единогласно сошлись участники встречи. Износ корпуса 1935 года постройки достиг своего критического уровня. Строение буквально сидит на земле. При этом никакой работы в исправлении ситуации до этого года не велось. Проектно-сметную документацию на капремонт необходимо разрабатывать, что называется, с нуля. В новом здании с каждым годом приходит все в негодность, в большую негодность. Ремонтируем, но ремонт не приносит большого, скажем, такого ощутимого эффекта. И мы, при этом губернаторе, уже губернаторе подняли этот данный вопрос еще раз по строительству нового здания инфекционного отделения. Все-таки строительство нового отделения обещают нам, но оно все-таки будет, я так понимаю, лет на пять точно. Да, лет пять нам надо жить в нашем корпусе. Как бы оно не упало у меня сегодня такой вопрос, насколько небезопасно сегодня там находиться. Техническое состояние здания и его безопасность оценят эксперты. Представителям централизованного строя заказчика предстоит определить объем работ по улучшению состояния здания. Вот смотрите, вот даже вот это перекосы, видите, да, вот даже по дверям, все перекашивается абсолютно. И хотя инфекционное отделение Ненинской окружной больницы не отвечает всем санитарным правилам и нормам, специалисты утверждают, другого подходящего здания в округе просто нет. Кроме того, от стесненных условий страдает и лабораторная диагностика. Мы в этих помещениях не можем выполнять исследования, которые нам необходимо выполнять. Это кишечная инфекция и острое респираторное заболевание. В данных площадях и в данных условиях это просто не представляется возможным. По словам заместителя председателя регионального парламента Максима Арбузова, капремонт постараются запланировать и провести ближайшим летом. Параллельно ведется работа по строительству нового корпуса инфекционки. Есть информация о том, что с президентом согласовано строительство нового здания инфекционного отделения. Деньги на это будут выделены. Сейчас ведется разработка ПСД, проект смертной документации. Этот процесс не быстрый, это раз, то есть ее нужно разработать, потом она должна пройти достоверность на стоимость сметы и после этого уже выходить на стройку. Планируется, что в течение четырех лет этот процесс будет завершен. То есть планово этот процесс вместе со стройкой нового отделения займет четыре года. Постараемся его ускорить. В ходе встречи представителей власти и медиков появился, как нам озвучили, рабочий вариант временного решения проблемы. В ближайшее время парламентарии и общественники посетят и другие отделения Ненинской окружной больницы. Иван Никонов, Екатерина Ворончихина, Сергей Качегов, Телеканал Север.